Приветствую всех! Давно мне не попадались такие откровенные попрошайки, но как вы знаете, я всегда осуждал этих людей, призываю вас делать то же самое, не просто осуждать, а ни в коем случае не переводить таким людям деньги. Ну, этот ролик меня просто поразил. Давайте немного послушаем канал Велес Мастер. Друзья, всем привет! В этом видеоролике я вам покажу, какие параметры были на моем старом компьютере. Это процессор T1600, 1,66 ГГц, оперативное запоминающее устройство 2 ГБ, тип системы, 32-разрядная операционная система. А это оборудование, которое на него установлено. И объем жестких дисков, на которых я хранил всю информацию, а это в сумме 222 ГБ. Для понимания, в моем телефоне Honor 8X Premium 128 ГБ внутренней памяти, всего лишь на 100 ГБ меньше. Теперь давайте посмотрим параметры нового компьютера. Процессор KPU IS2690, 2,9 ГГц, оперативное запоминающее устройство 16 ГБ, это в 8 раз больше, чем на старом, и 64-разрядная операционная система. Общий объем жестких дисков 1407 ГБ, а это почти в 7 раз больше, чем на старом компьютере. Установленное оборудование я укажу в описании. Ну а теперь главный вопрос, что же мне это даст? Я в качестве примера смонтировал простенький ролик длиной 6 минут 16 секунд. Это один из дней, когда мы с моими друзьями жарили шашлыки у меня дома. И поставлю его на визуализацию, то есть обработку на старом компьютере. Программа, в которой я монтирую свои видеоролики, называется Sony Vegas Pro 11, потому что версия выше на мой старый компьютер не подходит. Она работает таким образом, что доходя до 4%, вычисляет примерное время, которое нужно будет для обработки всего видео, а потом начинается обратный отсчет. Старый компьютер показывает время для обработки 1 час 46 минут 57 секунд. Это 6420 секунд. Я установил на новый компьютер точно такую же версию Sony Vegas Pro 11 и посмотрим, сколько ему понадобится времени на тот же самый видеоролик. А ему понадобится 9 минут 46 секунд. А это быстрее более чем в 10 раз. Я надеюсь, что теперь вы все поняли. Ну, как вы видите, человек с упоением зачитывает данные своего компьютера мечты. Ну и, конечно же, вы, дорогие зрители, должны скинуться ему на компьютер. Потому что, дескать, вот эта визуализация или рендир, он это называется, видите ли, долго идет. А ему, мастеру, нужно, чтобы залетало вот так вот с полпинка. Давайте посмотрим вот сюда, когда образовался этот канал. В 2017 году, как вы видите, каналу 2 года. И что первое вы читаете об этом канале? А вот что. Кошельки, счеты. Давайте, ребятки, переводите. Сильно нуждается мастер Велес в ваших деньгах. А вроде так посмотришь, крепкий мужик. Неужели заработать себе на компьютер не может? Наверняка он ответит, что сильно занят производством роликов. Ну так давайте посмотрим, как часто у него ролики выходят. Лично я не вижу работы каждый день. Или еще хуже по нескольку раз в день. Ну вот я, например. Мне придется немного сказать о себе. Хотя, конечно, о себе не скромно. Но приведу пример. До недавнего времени, пока мой канал был монетизирован, я выпускал ролики каждый день. А иногда и даже по два раза в день. Особенно в начале работы этого канала. Я собрал 162 тысячи подписчиков. Именно благодаря тому, что старался выпускать каждый день по ролику. И да, у меня точно такая же программа обработки видео, как и у этого Велеса. И да, я час или полтора жду, пока мои ролики обработаются. И это не ролики на 2, 3 или 7 минут. Это в основном ролики на 20, 30, есть даже по часу. То есть мне нужно иногда полдня ждать, пока этот ролик обработается. А потом еще полдня ждать, пока он зайдет кое-как на YouTube. Потому что интернет у меня тоже очень слабенький. И я живу в деревне. О быстром интернете мы только мечтаем. Ну и что же получается? Значит, блогер, допустим, такой, как я, выпускает ролики каждый день. Да, тратит на это кучу времени. Еще и пытается качество какое-то создать. И при этом не мечтает о более хорошем компьютере. Или, если мечтает, то поднимает свою жопу, идет, работает, откладывает деньги и покупает вещи, в которых нуждается. Здесь же великий блогер Велес Мастер, который просто умопомрачительные ролики делает. Кстати, давайте посмотрим один из подобных шедевров. Продолжение следует... И вот для того, чтобы нести вот такую информацию, вот такого качества, ему недостаточно его старого компьютера. Ему нужен новый, быстрый. И знаете, вот эта сцена приготовления шашлыка с какими-то там барыгами, меня натолкнула сразу же на другой канал, кому я сейчас с удовольствием сделаю рекламу. Я полные два года, начиная с начала этого канала, подписан на канал у Жоржа. Всем советую. Ну, не знаю, мне кажется, это лучший пор, которого я встречал в интернете. По крайней мере, мне нравится его радушная манера, его всегда очень аккуратный рабочий стол, инструменты, с которыми он работает. Он подробнейшим образом рассказывает про все специи, которые добавляет в приготовление своих блюд. В основном он готовит, как настоящий мужчина, естественно, мясо, различные рулеты, бараньи ножки и так далее. Все это элементы армянской кухни. Я очень рад, что когда-то наткнулся на этот канал. Как раз-таки я искал рецепт нового шашлыка. А оказалось, что у Жоржа этих рецептов, видимо, невидимо. И вот сюда еще посмотрите. Канал у Жоржа создан фактически в то же самое время, как у Велеса. Но посмотрите сюда, сколько подписчиков. И посмотрите вот сюда, сколько миллионов просмотров у этого человека. А теперь давайте зайдем и посмотрим информацию о канале. Что вы здесь видите? Да ничего. Ровно так, как и должно быть у нормального, уважающего себя мужика. Никаких кошельков, никаких просьб. Передайте, подайте, переведите. Человек своим собственным трудом развил канал. И люди подписываются на него, потому что он интересен. Потому что рецепты у него классные. Потому что я повторил за ним. И у меня получилось обалденно. Я смог на гриле удивить своих друзей. Понимаете, для того, чтобы развить канал, не обязательно попрошайничать. Нужно быть просто интересным человеком. И твой контент должен быть достойным. А если ты не в состоянии ничего предоставить, уступи место другому. Многие же при этом оценивают свой ничтожный труд очень высоко. Ни качества роликов нет, ни тематики никакой. Но при этом, как только опереться, как только кое-как набрал 2-3 тысячи подписчиков, торопятся обязательно с них содрать мзду, для того, чтобы хоть как-то, ну хоть как-то их поиметь. К тому же этот блогер собирал детишкам, бедненьким, на подарки для детского дома. Обещал потом отчитаться, но так и не отчитался. А я напоминаю вновь прибывшим или тем, кто здесь сидит, что мы собираем денежки на подарки деткам в детский дом. Соберем подарки, потом вместе с вами решим, я прозвоню в детские дома, выберем самых маленьких деток и решим, что покупать, и решим, в какой детский дом. Ту информацию я предоставлю вам, мы это дело обсудим в прямой трансляции вместе с вами. Мы с детским домом пока не определились, с детским домом нет, но мы определились с благотворительной организацией, которая называется «Синяя птица». Будем работать через нее, через эту организацию. Вместе по возможности устроим детям праздник, все это запечатлим, все это заснимем, покажем людям, Баринов сам бандит. И устроим праздник показательно, именно я понимаю, что там все там типа добрые дела, любят тишину, ну это бред, который придумали те, кто просто не способны на большее. Делайте ради бога, делайте, делайте, другим не указывайте. Я использую все свои ресурсы, все свои возможности, чтобы это придать максимальной огласке, чтобы больших людей задействовать в этом. И кто хочет просто скинуться на киви, лучше перечислить. Да, Света, можно просто на киви перевезти, вся сумма также пойдет на подарки. Поэтому думайте, решайте. Я думаю, сумма для каждого из нас не очень значительная, а какое-то благое дело, какую-то пользу. Я знаю, Света, он 50 долларов, он получается 150 долларов перечислил в общей сумме. 50 мне, а 100 детям. Владимир у нас сегодня 10 тысяч рублей не перечислил по нашим деньгам, и в жизни таких денег от одного человека не получал. Так, ладно, шутки шутками. Мы собираем денежки на подарки детям в детский дом. Да, естественно, я перед вами отчитаюсь, я покажу все чеки, я покажу, что я купил. Я сниму это на видеокамеру, вы увидите эти счастливые лица, счастливых детей. Это вы каждый будете понимать, что сделали это вы тоже вместе со мной. Я не собираю их для себя, я сам болею, но мне не так нужно, как этим детям. Поэтому я готов через себя это все сделать. Миша, не то, что получили, а ролик готовится. Я же объяснял, те, кто трансляции внимательно смотрели, я им объяснял, что ролик будет готовиться качественно. Потому что упомянуть надо всех, кто это делает. Просто вы, может, невнимательной трансляции смотрели. Я их могу открыть снова, вы можете их снова пересмотреть, если это необходимо. Они никуда не удалялись, они так и висят. Васька, Васька, я же никак не успокоиться. Ролик может делаться и полгода. Может делаться один день. Если монтажом не занимался, то почитай, узнай, как монтаж делается, изучи эту всю тему. Я уже много раз объяснял, что я сейчас, мне некогда заниматься Ютубом. Я живу в гребаной деревне, в которой нужно искать заработок. Мне нужно делать ремонт. Мне нужно заниматься огородом. Я, как ютубер, сейчас ничего из себя практически не представляю. Я не занимаюсь Ютубом. Игорь Белов, я тебе могу предложить приехать ко мне, сесть за компьютер и заниматься монтажом. Если у тебя время есть на это, у меня времени нет. А я его вообще не монтирую. Виктор, я вообще не монтирую. И показывать не собираюсь. Можешь успокоиться. Вообще не собираюсь показывать. Те, кто донатил, те увидят. Или увидели уже некоторые. Чего ты взял, что я тебе что-то показываю. Я это делал не для показухи, не для хайпа. Для того, чтобы просто помочь людям. Говорил, что монтирую. Перестал монтировать. Бросил. Да, переобулся. Просто переобулся. А что, в чем проблема? Под ситуацию подстроился просто. Раз ситуация так сложилась, я сделал так. В чем проблема? Да, переобулся. Мало ли что я обещал. Когда я обещал? Тут уже вопрос времени. Почему я сейчас делаю о нем ролик? Потому что, судя по всему, у человека один раз проскочило, второй раз, ну и дальше начинает накручивать обороты. А чем он, собственно говоря, хуже того же Вадима Харченко? Они, кстати, земляки. У того прокатило, ну так и у этого прокатывает. Надо просто по-другому это дело назвать. Тот собачкам на корм, а этот на подарки девочкам. Здоровые крепкие мужчины не в состоянии заработать себе на свои нужды. Это позор, господа. Это позор, когда блогеры выпрашивают на еду, на памперсы, на покупку машины, на свое фальшивое лечение и так далее. Не важно, как это называется. Если просят, значит позорник. Вот так я это называю. И называть всегда буду, с каким бы случаем я не сталкивался. В одном из своих роликах я встал на сторону Велеса, когда другие блогеры называли его ничем и унижали в прямом эфире. Кстати, за это свое видео я получил страйк. И я не жалею о том, что тогда встал на его сторону. Это при этом не значит, что я не осуждаю подобных блогеров за беспрерывное попрошайничество, за постоянную попытку залезть любыми способами в карман зрителя. И последнее. Меня часто спрашивают, неужели вы так против донат? Нет, господа. Донат – это подарок. Это благотворительность. Хотите – рассылайте. Мне, например, даже совестно выставлять адреса с донатами. Ну, не знаю, такой уж я человек. Но вполне понимаю людей, которые скромно где-то там, в самом низу, ставят строчку «Хочешь помочь или отблагодари меня за мою работу, можешь сделать мне подарок». Это я еще как-то могу понять. Хотя если просят здоровые крепкие люди, у меня не возникает желания взять и отправить им деньги. Если это еще ребенок, может быть, старушка какая-то собирает на лекарства или еще как-то куда не шло. Но когда крепкие здоровые мужики, извините, не про меня. Я точно таким не подаю. Если же блогер целенаправленно вот просто сидит и внушает вам мысль «Мне нужен, видите ли, компьютер, я тут жениться собрался, давайте мне на свадьбу соберем, тут у меня ребенок родился» или как одна там сидит выпрашивает себе на помидоры и на яблоки. Ну, то есть просто элементарно на еду. Вот когда я вот это вижу, я говорю «Позор на ваши головы». Потому что вас таких нахлебников до хрена и становится все больше и больше. Если бы зрители хотели вам на самом деле помогать, то просто денег бы на вас всех не хватило. Вот он здесь соберется с друзьями, сделает шашлык и выпьет, ожидая, когда вы набросаете свои заработанные деньги ему на компьютер, для того, чтобы он и дальше выпускал ролики сомнительного качества. Мой призыв простой и в случае с Велесом, и в случае со всеми остальными. Не поддерживайте таких людей, не помогайте им материально, они в помощи вашей не нуждаются. Его работа, это качество, недостойна дополнительного финансирования. Вот это то, что я хотел сказать. Ну, и если пару человек подпишутся на Джорджа, и если вы найдете там хорошие рецепты, я буду рад. Всего доброго, пока! Все, теперь смотрите, что делаем. Помните, да? Чеснок, петрушка и свежее, масло, что готовили. Вот берем так и помажем. Вот это так и надо. Даже можем отжикусы вот сюда. Вот так. Еще. И сверху наш красавчик зелени. Вот я повторил рецепт кебаба. Попробуйте готовить, это очень легко, очень вкусно. Будьте здоровы всегда, за ваше здоровье. Будьте здоровы всегда и мир вам. Не забудьте ставить лайки, напишите в комментариях, как вам понравилось видеоролик. И нажимайте на колокольчик. Спасибо всем! Субтитры подогнал «Симон»!